шаббат шалом дорогая община интересно да праздник что вот бог творит все новое новое то что гудит еще и нету бимы братья попрошу вас послужить в этом вопросе но друзья давайте мы помолимся для нас это не проблема мы можем говорить о славе божией в любом состоянии поэтому давайте мы помолимся склоним наши сердца и головы перед царем царей а винуши бешимая отец наш небесный святый мы благодарим тебя за твое тору за твое слово которое ты открываешь посредством духа своего святого мы благодарим тебя за то что твой дух святой он наставляет нас на всякую истину и слова твоего писания они оживают внутри наших сердец давая нам исполнять все то что ты повелеваешь нам благословенное имя твое большая мишу маша хейну амен еще раз шаббат шалом прекрасное утро шикарное да таки да и на этой неделе мы продал продолжаем изучение книги бамид бар книги чисел наша недельная глава называется на со это книга чисел с 4 глава 4 главы 21 стиха по седьмую главу полностью мы изучаем и вначале хочу немножко с вами пообщаться хочу задать вам вопрос иди пожалуйста для чего мы с вами изучаем тору можете отвечать для чего же мы изучаем тору чтобы познавать волю божию а еще домашняя группа ами мы изучаем тору для того чтобы ее применять в своей жизни приходите на домашние группы и мы вас этому научим информация на правах рекламы так дальше сегодня мы рассматриваем очень такая интересная глава она самая большая глава торы в ней 18 заповедей но я хочу остановить ваше внимание на одном очень интересном отрывке мы о нем уже говорили но сегодня я хочу еще раз обратить на него ваше внимание это 5 глава с 11 по 31 стих в еврейском народе этот закон называют закон сата закон о женщины сбившийся с правильного пути и у тех у тех кто читает тору кто следит за нашими главами есть представление о чем мы говорим у кого нету у вас есть возможность прочитать с 11 по 31 стих 5 главы я не буду рассказывать о чем там описывается в двух словах ритуал очень удивительный мужчина рифнующий женщину должен был привести ее в храм при священникам ей дали выпить священную воду которая являлась нога с умывальнице где священник омывал руки и ноги это была священная вода в которой убралась горсть земли с храма кидалась смывался с определенного свитка написанная часть и это давали женщине выпить при условии если она не изменяла своему мужу она получала благословение в том что у нее рождался сын при условии если она таки изменяла ей было очень плохо она становилась бездетной и весь народ видел что эта женщина неправильно и неправильно живет сразу не надо никому предлагать этот ритуал пройти надо увидеть в этом ритуале духовные принципы есть в нем определенные духовные принципы которые помогут нам с вами в нашей жизни ну давайте теперь разберемся с этим законом и как мы видим с вами в 13 14 стихе то написано что в законе речь идет о замужней женщины которая спровоцировала обоснованные или необоснованные подозрения мужа и спровоцировала это тем что нарушила как говорят мудрецы торы заповедь скромности а именно что это значит она была замечена в отношениях с другим мужчиной но далее ее муж предупредил ее чтобы она прекратила эти отношения но женщина продолжала иметь эти взаимоотношения и был момент уединения в отдельной в отдельном помещении тут важный акцент на том что они должны были именно уединиться где никто их не видел в данной ситуации мужчина он имел все права развести с такой женщиной и почему потому что жена своим поведением она дала повод и скажем так с моральной точки зрения его поступок был бы в принципе оправда он предупредил она его не слушает она уединилась для чего вопрос но также в этом законе интересно что такого мужчину вот который приводил женщину его никто не обязывал в принципе вести эту женщину на данную на данную процедуру по сути это был его выбор женщина она также имела в данной ситуации право отказаться этого не делать делать ну делать это пить воды сады она могла сказать нет я предпочитаю развод делать я этого не буду и и отсюда мы вытекает что если люди приходили в храм к священнику для того чтобы пройти это действие значит у них было желание сохранить эти отношения семейные несмотря на неправильное неправильное поведение женщины из этого мы можем сделать вывод что заданный закон торы отводит достаточно такое пристальное внимание и дан всевышним для созидания семейных отношений для созидания брачного союза согласно еврейской традиции которая основывается опять-таки на словах тор и мы с вами это знаем об этом говорим что заключение союза между мужчиной и женщиной кедушим это посвящение муж и жена не посвящают друг другу себя друг другу и брачный союз он считается священным и его разрыв хоть и является предусмотренные законы но это не есть совершенная воля бога вы помните несколько шабатов назад сергей михайлович очень хорошо раскрыл тему совершенной и допустимой воли божьей так вот развод это был допустимая воля божья и говоря о самом законе я могу сказать еще то что проверка верности женщины горькой водой она действовала при одном условии если ее муж был верен своей женщины и своей жене и во время второго храма этот закон был отменен именно по причине того что израильское общество очень развратилась и и воды саты не перестали действовать в народе но сам закон мы рассмотрели теперь давайте рассмотрим что показывает данный закон чтобы увидеть принципы принципы которые всевышленно не хочет донести до нас с вами потому что мы знаем что писание оно не заключено во временной какой-то отрезок оно имеет вечное действие и значит бог этим законом хочет что-то сказать нам с вами мы видим что написано об обязанностях мужа было привести женщину в храм привести к священнику причем не просто жену привести а непослушную жену она была мы видим непослушная и легкомысленно жена которая нарушила свое посвящение мужу да в принципе мы это видим но несмотря на это муж все-таки желает восстановление отношений и он должен привести ее к священнику помимо этого должно быть определенное действие но то что муж приводит именно такую женщину женщину которая дала повод она наводит нас на если мы под так посмотрим на определенную параллель и напоминает я думаю что многим напоминает и писание об этом напоминает отношение израильского народа с богом сами потому что мы видим что через весь ценах проходит метафорический образ того как бог который является мужем он предъявляет определенные претензии израилю который его является женой неверной как раз женой которая постоянно дает повод к ревнованию и мы знаем что бог называет говорит что господь ревнитель твой и талмуд говорит об израиле сота как как раз именно как образе отношений бога с израилем я хочу вам сказать что этот образ он не заканчивается на страницах танаха он продолжается и в бритха дыша если мы откроем с вами книгу книгу откровений то мы увидим здесь следующие слова это откровение 19 глава 7 стих возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ибо наступил брак брак агнца и жена его приготовила себя знаете читаете слова я думаю что нельзя не воздать славу богу который приготовляет свою жену свою невесту для для встречи для обручения на небесах но давайте вернемся к принципам все-таки вернемся принципами как уже было сказано обязанность мужа была привести мужчину привести женщину в храм надо было принести определенную жертву которая была установлена данным законом обязанность женщины она была просто просто послушаться и прийти и захотеть прийти с мужчиной в храм для того чтобы сделать это действие хотя на самом деле эта процедура была не очень приятная и унизительная нет времени рассказывать прочитайте талмуд 49 листов прекраснейшая прекраснейшего описания очень интересные вещи можно там для себя взять хорошо дальше интересно что закон вот этот из этого мы видим что он установлен как бы в одностороннем порядке женщина в случае вот подозрение что ее муж изменяет ей она не могла взять своего мужа и сказать что надо дорогой тебе выпить горькой воды саты нет такого мы не видим и из этого выходит что есть некоторое неравенство я конечно понимаю что в наше время когда очень сильно развитые феминистические взгляды в обществе это утверждение не всем женщинам понравилось понравится но это говорю не я это говорит господь как бы это то что говорит господь правда хочу объяснить чтобы понимали правильно сказано что мужчина и женщина в равной степени являются венцом божьего творения совершенно в одинаковой степени как личности и имеют совершенно одинаковую ответственность в брачных отношениях друг перед другом за сохранение интимных и уникальных отношений внутри семьи это очень важно понимать однако повторюсь что эти отношения они построены на неравные ответственности и именно этот принцип он отображен в этом таким скажем необычном законе этот же принцип мы видим подтверждается на нас на на страницах нового завета мы видим о том что в книге эфесянам 5 главе очень хорошо нам известные местописания написано что жены повернуйтесь своим мужьям как господу потому что муж есть главу глава жены как и христос глава церкви и он же спаситель тела но как церковь помянуется христу так и жены своим мужьям во всем мужья любите свои жен как и христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы осветить ее очистив баню водную посредством слова чтобы представить ее себе славную церкви не имеющий пятна или порока или чего-либо подобного но дабы она была свята и непорочна видите есть определенная разница одни любите женщины повинуйтесь и возникает теперь самый интересный вопрос да мы понимаем мужья любите жены повинуйтесь как это применить вот практически вот что с этим делать практически в жизни и ответ мы можем видеть в том же писании мы знаем что отношение бога с человеком построены на договоре в этом договоре есть у каждого своя часть правильно вы согласны бог исполняет свою часть мы исполняем свою часть у каждого своя ответственность и она разная в законе сата мы видим что в брачном договоре между мужчиной и женщиной существует разная неравная ответственность мы видим женщина она не могла сделать того что мог сделать мужчина но при всем этом я хочу поговорить об ответственности чтобы мы применяли ту ответственность на которую бог возлагает на каждого из нас для женщин это первое это повиноваться своим мужьям как господу что это подразумевает это подразумевает послушание жены своему мужу что отображает ее послушание богу я скажу вам больше и это влияет на послушание церкви ешо да вы не ослышались поведение женщины влияет на послушание церкви ешо почему потому что община это сообщество людей мы это общество людей собранных вместе во имя господа ешо и мессии и наше с вами поведение она обязательно будет влиять на наше общество и если женщина ведет себя неправильно то ее пример он будет повторяться в женщинах которые еще не замужем этот пример он будет передаваться детям но правильное поведение она будет строить правильные взаимоотношения внутри семей и будут правильные взаимоотношения церкви с богом потому что это будет внутренне исполняться те принципы которые установил бог мы помним даже что правильное поведение женщины спасает помните уже мужей неверующих приобретают своим благочестивым житием дальше повиноваться нужно во всем что значит во всем ну во всем это значит во всем вы знаете я расскажу пример из своей жизни вот часто очень моя жена она сейчас нас смотрит ира привет она собираясь куда-то куда мы идем она спрашивает ну как ну я думаю что многие женщины это делают спрашивают ну как я иногда бывает говорю дорогая я считаю что тебе надо переодеться и вы знаете то что я считаю очень сильно можно оспорить потому что я не скажу что ира одевается там вызывающе ну мне кажется что это ярко или может быть это сильно в обтяжку но это можно спорить об этом нигде не написано как надо одеваться но я говорю ира пожалуйста переоденься она идет и переодевается ирочка спасибо тебе за то что ты меня слушаешь конечно большое но вы знаете это то что пример простой пример но он показывает как должно и открою вам как муж секрет в такой момент я ее люблю еще больше чем чем обычно друзья это секрет как ну для жены это секрет как чтобы вас мужья полюбили сильнее дальше мужчины мужчинам конечно вопрос посерьезнее ответственности у мужчин немножко побольше любите своих жен да мы видим но как любите любите жертвенной любовью и что это подразумевает это подразумевает то что мы должны руководствоваться не своим эгоизмом и говорить я глава в этой семье и поэтому будет так как я сказал ни в коем случае это неправильно мы должны как мужчины платить цену за те отношения которые мы строим в нашей семье и этой ценой это будет являться милость и снисхождение к нашим женам каких-то промоках каких-то неправильных вещах ведь и шо по сути умирая на голгофском кресте он знал что все мы будем поступать неправильно в перспективе но он заплатил эту цену также должны поступать поступать мужчины мужа мужья должны второе мужья должны участвовать в духовной жизни своих жен это не значит о том что прийти с работы спросить дорогая ты сегодня читал описание это не участвовать в жизни своих жен с женами надо молиться с женами надо делиться переживаниями спрашивать ее переживания спрашивать ее откровения говорить о слове божием я скажу еще есть одна очень важная часть ответственность мужчины это шаббат который созидает семейные отношения это тоже важно понимать третьим пунктом это является то что мужчины должны заботиться о своих женах и заботиться это не значит что купить очередное платье или очередную шубу это не забота забота это то что что мы должны делать каждый день это помощь в повседневной жизни участие в ее жизни в том чтобы у нее была возможность духовно жить потому что если извините несколько детей маленьких и надо приготовить покушать убрать ну ей надо помочь и это есть забота когда мы так участвуем это есть забота которая дает вот этот правильный баланс отношений в наших семьях если подвести итог то по божьему установлению между мужчиной и женщиной не им построены не принципе равенства она принципе они они строятся эти отношения на разные ответственности но эти принципы вечны и они неизменны как не изменен сам всевышний мужья должны любить своих жен жены должны повиноваться своим мужьям закончить комментарий я хочу словами андрея макаревича не будем прогибаться под изменчивый мир пусть лучше он прогнется под нас ведь наше призвание изменить этот мир вы согласны с этим и изменить примером своей собственной жизни которая протекает по принципам божьего царства если вы с этим согласны давайте скажем аминь да благословит нас в этом господь